всем привет друзья мои сегодня у меня есть немножко свободного времени и я хочу им воспользоваться и записать видео которым я подвожу итог вернее ставлю точку в серии видео про пчелиный подмор все что они можно рассказать я рассказал все что из него можно сделать я тоже рассказал в общем если кого-то и будет информация данное интересовать на моем канале этого материала полно там вы можете найти любые ответы но после выхода моего крайнего видео по зимнему подмору все равно выскочило несколько вопросов которые ранее мне не задавались и поэтому я сейчас на них отвечу и все после выхода этого видео я не на комментарии отвечать не буду по данной теме ну тем более не вести телефонные разговоры потому что звонят начинает это разговор ни о чем из пустого порожнего переливать что-то интересно пожалуйста есть видео смотрите там найдете все что вам надо да какие же вопросы мне поступили которые доселе не поступали вопрос первый ну говорят мне если зимний подмор такой плохой то мы сейчас видим на некоторых каналах как пчеловоды рассказывают о том что они делают свои настойки из летнего подмора подскажите как собрать летний подмор и второй вопрос осенний подмор мне задали вопрос что как бы из видео поняли что я делаю настойки осенью как я собираюсь и не подмор я его никогда не видел в общем так значит на просторах интернета идет информация о зимнем летнем и осеннем подморе что касается зимнего я уже рассказал мое отношение к нему тоже рассказал это яд и если все таки есть пчеловоды которые обладают такой информации знают что это яд и все равно продолжают делать из него настойки и продавать то эти людей то эти пчеловоды людей не лечат а людей просто травят без зазрения совести а бы бабла заработать все эту тему мы закрыли кому интересно на эту тему мне полно видео я рассказал теперь второе летний подмор что касается летнего подмора по просторам интернета я была за лазил и нашел пару видео где пчеловоды рассказывают что зимний подмор да это плохой это яд они свои настойки делают из летнего подмора знаете я пчелами занимаюсь очень давно и многие знаешь у нас направление всегда было есть и будет не медовая а именно по настойкам то есть это прополюс это подмор это восковая моль заброс и все остальное общем все что касается именно оздоровления людей вот так вот сколько я занимаюсь этим делом я ни разу не видел летнего подмора день его берут вот просто хоть бы рассказали я я сам собрал я в том что летний подмор это полный бред это пчеловоды вероятнее всего собрали зимний подмор выбрасывать я уже сказал жаба давит и вот они наделали настойки и продают вот рассказывают сказки о том они что они делают с летнего подмора дело в том что летний подмор собрать невозможно потому что пчела по сути своей она чисто плотно во первых если она собирается умирать она улетает с уликой где-то там умирает а если все-таки она не долетела или по какой-то причине погибла там пчеловод ее прищемил во время просмотра когда там по рамочкам лазит либо где-то воровки залетели там бой начался то пчелы этих убитых пчел сразу утилизируют они их выбрасывают со своих уликов то есть им там трупы гниющие не нужны но собирать там на земле к ковыряться это сколько же надо там земли собирать ковыряться ну это какой-то бред или как мне один звонит говорит тут у меня сейчас два мешка подмора подскажи олег так и так ну во первых как делать у меня все написано все рассказано смотрите видео да мне времени нет искать вы времени нет искать у меня есть время найти ему свое видео у меня там бог знает сколько видео ему переслать ссылку ну это уже вообще люди не стыда кажется не совести мягко говоря грубо выражаясь вот ну подскажи что тебе стоит я говорю где ты взял два мешка подмора летом нот мы выезжали кочевали и на качевке пчелы стояли а там говорит арендаторы козлы поля представляет мы на их не поля заехали без разрешения из прошлого они козлы свои поля потравили и вот у нас пчелы подохли вот в данном случае у него там что-то порядка 20 семей погибло в общем что делать мне с этим подмором дело в том что подмор ну так называем подмор так пчеловоду ну лучше понятно который прозвол вследствие потравки пчел это тоже я такой же как и зимний подмор то есть это яд если из него сделать настойку опять человека которому продадите вы будете его не лечить вы будете его травить поэтому это тоже яд его тоже в мусор единственное что может подойти не можно подойдет это когда пчеловод по той или иной причине что-то неправильно во время качевки сделал короче запарил пчелу вот эту пчелу экстренно пожалуйста если вы хотите делать настойку делайте настойку только это делается быстро то есть пока мисс тельца эти не начали при плюсовых 40 градусной жаре при плюсовой не стали не включился процесс разложения то есть либо их надо эту пчелу сразу заморозить в морозильную камеру там продукты питания замораживаем чтобы они не продали не пропадали либо сразу из нее делать настойку все третьего не дано если там у вас на на пасеке это пчела постояла два-три дня все она уже все включился процесс зниения все выбрасывайте ребята то есть эти вопросы мы тоже определились а летнего подмора не так как такового не существует если только вы не запарили по то ли иной причине пчелу то ли на пасеке то ли во время качевки потравленная пчела это яд а как говорят мы собираем подмор по уликам это бред и третье это осенний подмор как мой подписчик или просто зрители этом не вдавался в подробности сказал что он никогда не видел осеннего подмора м хочу сказать я тоже осеннего подмора никогда не видел то есть если не считать погибшую пчелу которая погибла в процессе битвы с пчелами воровками ну вот это еще можно считать так бы подмором все остальное я не знаю где кто берет и тем более я никогда не делаю настойки из осеннего подмора вопрос из чего же их делая но дело в том что давно кто смотрит наш канал они уже давным-давно догадались как и чего я делаю приведу такую просто параллели вот смотрите все мы любим хорошо покушать да мы любим колбаску котлетки шашлычки откуда мы берем мясо мясо это мясники которые едут делают закупки по селам живой скотины покупают жигаться живым весом коров курей свиней там овец вот потом наступает технологический процесс в конце этого технологического процесса мы получаем колбасу мы получаем котлеты фарш мясо сосиски вот и что самое интересное что при этом мы не возмущаемся что кто-то убил теленка вот кто-то у меня был знаком один я люблю телятина ну телятина это годовалый теленок ему на роду написано 20 лет жить его хлоп убили никто не возмущается то есть все мясо едят консервы едят колбасы едят никто не возмущается лошадь 25 лет 30 живет колбаса маха никто не возмущается свинья 20 лет может жить никто не возмущается никто не возмущается и заметьте что мясники они не ездят по селам и скупают уже дохлую падаль там у кого сдохла корова мы ее купим на колбасу то есть это это бред потому что корова умерла она начала она начала пропадать она начала они живы в ядом трупный вот так же с пчелами друзья мои ничего не меняется технологический процесс тот же самый если кто-то сейчас будет возмущаться не надо возмущаться почему потому что когда мы убиваем курей свиней лошадей мы забираем у них там 15 лет жизни 10 лет жизни кого-то 20 лет жизни пчела в летнее время она живет 30 от силы 40 дней все приехали до во время зимовки она живет больше там до полугода может жить но опять же не надо возмущаться потому что ко мне очень много людей звонят я этим пчеловодством занимаюсь давно канал мой как бы более менее известный среди пчеловодов звонят и говорят так и так олег вот тут пчелы померли тут что то есть понимаете пчеловод пчел убивает именно убивает не делает из них не настолько ничего просто их убивает по своей может не опытности не грамм не грамотности или еще целыми пасеками ложит зимой и никто не возмущается вот вот у меня 20 семей из 30 полегло и все ой да да беда то какая а почему вы не скажете слышь ты чудо в перьях ты 20 этих загубил нет видите никто не возмущается вот так что вы поняли что технологический процесс изготовления настоек и колбасы он одинаков ничего не делается из подали вот и просьба на эту тему не возмущаться потому что большого срока жизни у пчелы не забирается вот в принципе я все рассказал то есть если кто-то хочет делать настойки хорошие чтобы они действительно приносили человеку пользу а не вред значит подобное притягивает подобное пчела которая не умерла она есть живая то есть она напитана нектаром она напитана она когда из нее делаешь настойку то даже запах настойки он в корне отличается других настойка то есть настойку сделано сделано по нормальной технологии по запаху можно спокойно отличить от пчелы которая где-то сдохла и из нее пытаются что-то слепить так же друзья мои вот и все я подвел черту больше мне по этой теме отвечать ни на что и вы уже знаете как сделать настоящую настойку которая принесет пользу нашим организмом то есть человеку который заболевание заболел просто как для профилактики и применять всем пока до новых встреч крепкого всем здоровья и мирного неба над головой